Господи! Ай, Господи! Вызвали пожарку-то! Пожарку вызвали! Вчера днём у наших соседей в Южно-Уральске, в трёхэтажной бывшей общаге, а ныне в коммуналке на улице Спортивной. В квартире на первом погиб трёхлетний малыш. Тот самый, которого летом нашёл спящим на голой земле возле дороги местный житель. Подробнее об этом чуть позже, а пока детали трагедии, которой могло и не случиться. Если бы органы соцопеки подзадержались в горемычной квартире ещё чуток. По одним сведениям, многодетная мать, у которой вроде бы есть проблемы с психическим здоровьем, но она не бухает и худо-бедно содержит жилище в порядке, после визита соцработниц, прихватив семимесячную дочурку, ушла к подружке, вернулась, а из окна валит густой чёрный дым. Мать в истерике чуть ли не рвала на голове волосы, но было поздно. Источник в силовых структурах в комментариях порталу 74.ru утверждал, что семимесячная малышка была не с матерью, а спала дома, как и её старший братик. Сейчас девочка в больнице. Её старшая девятилетняя сестрёнка в момент пожара находилась у бабушки. Мальчик, как предполагается, оставшись дома один, нашёл спички и нечаянно поджёг вещи в квартире. И от страха убежал в соседнюю комнату. По данным МЧС, именно там мальчика и обнаружили бойцы звена ГЗДС. Да, в зале мне сделали проводку, а в остальном-то так и не сделали нигде ничего. У меня там резетка сгорела, там резетка горела, везде резетки плавились. Всем было насраться, всем по***. Я не видела из-за этого задымления, я не видела ничего вообще. Ну, когда выбили окно, выбили окно, я попыталась залезть, но не смогла залезть туда. Ну, всё это время я со своим ребёнком разговаривал, который был завёрзнут в углу, спрятан в углу, на диване был. А не в шкафу, как там некоторые комментируют. Он отзывался, он всё это время со мной разговаривал. Ну, потом меня оттолкнул МЧС, который тушил пожар. За полгода до трагедии в прошлом июле на малыша, уснувшего, в пыльной траве возле дороги, ведущей в сторону ГРЭС, наткнулся Алексей Макаров. На велосипеде, возвращавшийся с работы. Мужчина разбудил мальчика, который задремал прямо на детской машинке в пол его роста. Малыш, 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 сейчас я велосипед поставлю на подножку. Малыш, ой, маленький, айда вставай, вставай, ты где, ты что, потерялся? Малыш, а ты где живёшь? А? Не знаю. Где живёшь? Ты там живёшь? Давай я тебя провожу. Малыш не мог вспомнить, где его дом и побрёл наугад. Алексей довёл мальчика до общаги. А позже соседи по коммуналке утверждали, что видели мальца ползающим под автобусом и возле сараев в одёжке с залитой машинным маслом. А в тот день мать вместо благодарности отчехвостила незнакомца, который, не от обиды, конечно, чтобы привлечь внимание, выложил видео в соцсети. После чего родительницу оштрафовали на 100 рублей и планировали ограничить в правах. Но суд прошение опеки отклонил, хотя проблемная семья и попала на карандаш к чиновникам. После трагедии южноуральский министр соцзащиты Бутурина сообщил о СМИ о том, что дочерей у той женщины забрали из семьи. А накануне за час до трагедии соцработницы навестили семью, поговорили с матерью, убедились в том, что дети сыты, а пол подметён. По факту южноуральской трагедии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жёстко, метко, хлёстко, без соплей, то помогите нам, станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы её постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжёлое время найти небольшую сумму для новостей Чаремета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята, вместе мы выстоим.